Здравствуйте! В эфире телевидение Надымских газовиков с программой «Угол зрения» в студии Светланы Ложникова. Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, чьи фотографии попадают на доску почета? За какие заслуги и достижения имена работников заносят в книгу трудовой славы предприятия? В «Газпромдобыча надым» регулярно проводится конкурс, который выявляет лучшего рабочего, лучшего специалиста и лучшего руководителя по итогам прошедшего года. Это одна из форм морального поощрения за высокие достижения в труде, значительный вклад в повышение эффективности производства, выполнение особо важных производственных заданий, профессиональное мастерство, участие в рационализаторской и изобретательской работе и другие заслуги. Сегодня у нас в гостях победитель в номинации «Лучший руководитель по итогам 2015 года». Это начальник отдела по разработке месторождений администрации «Газпромдобыча надым» Михаил Киселев. Здравствуйте, Михаил Николаевич. Здравствуйте. За время работы на предприятие вы были удостоены знака ветеран «Газпромдобыча надым» и занесены в книгу трудовой славы. Я уже не говорю о награждении, почетной грамоте и благодарности общества. И вот еще одно признание как лучшего руководителя года. Что побудило вас к участию в конкурсе? Ожидали ли вы такой результат? Такой результат, конечно, я не ожидал. Для меня это было неожиданностью, но приятным сюрпризом. Выдвинут был на соискание лучшего руководителя, думаю, что отделом кадров, даже без моего чести. Ну вот, согласитесь, что удачная карьера все-таки зависит от выбора профессии, удачного, правильного. Чем был ваш выбор об условиях? Я приехал в Надым вместе с родителем в 78-м году, закончил школу в городе Надыме. И после школы, соответственно, стал выбор профессии. Как все мальчишки, хотел стать водителем большого транспорта, такого как ураган, в то время был. Очень завидовал. Это в Надыме так все мальчишки читали? Да, наверное. Но в 85-м году, после окончания школы, были организованы курсы института имени Губкина. По настоянию родителей, прошел подготовку на этих курсах и поступил в Водкинский институт. Родители имели отношение к газовой отрасли? Да, родители у меня, отец у меня с 77-го года, работал здесь строителем магистральных газопроводов. Он был начальником управления СУ-11, УМ-21. Строил магистральные газопроводы, был первопроходцем. Первая трасса Уренгой-Помара, Ужгород, Уренгой-Таркасале. Вот этот самый верхний участок, от Ямборга до Таркасале, 450 километров, несколько ниток, все это, прокладка. В его участие ходила прокладка трассы, прокладка газопроводов, рычеоканал, траншеи и, соответственно, засыпание и обслуживание дороги. Вот. И вот после окончания вуза в 92-м году вы устраиваетесь Медвежинской ГПУ, оператором по исследованию скважин. На работу мне принимал Ленин Семенович Чугунов. Он вызвал, говорит, куда тебя устроить, говорит, ну ладно, иди оператором 4-го разряда. На 9-й промысел. Попал я под руководством Присейкина Валерия Георгиевича. Впоследствии мы с ним проработали 15 лет в одном отделе, а тогда он был мастером по исследованию скважины. И вот первые знания, первый опыт, это, конечно, спасибо ему. А вспоминается вообще первый день рабочий? Ой, такое было несуразное. Без спецодежды приехал. Я помню, что мы разматывали на ГТТ проволоку, проволоку-лебедки для спуска приборов в скважину. Она отслужила свой срок, и поэтому необходимость в замене. Взял эту проволоку и пошел по дороге. Шел полутора километра, пока не размоталась вся проволока. Интересно. Ну, вы уже назвали некоторых людей, которые сегодня уже считаются ветеранами газовой отрасли, с кем еще довелось поработать, и кого вы можете считать своими наставниками, учителями? Наставники? Конечно, очень много почерпнул знаний от Голокова Виктора Александровича, Блекова Геннадия Ивановича. Потому что большинство, конечно, времени я проработал в отделе. Раньше он назывался геологический, потом отдел по разработке и геологии, геологии и разработке месторождения и строительства скважин. Но я пришел на работу в отдел, когда главным геологом был Геннадий Иванович Аблеков, а Виктор Александрович Туголков был советником. И, конечно, многие вещи, которые касались разработки месторождений, те формы, те таблицы, на что смотреть, на что обращать внимание, все от него. Геннадий Иванович, он хороший человек, и он больше инновационные методы внедрял. Это геологические базы данных, моделирование, все это все началось с его участием и под его контролем. То есть вам довелось поработать в инженерно-техническом центре, в геологическом отделе? Да. В 94 году я перешел в ВТЦ, сейчас называется ИТЦ, раньше научно-технический центр. Руководителем был Березняков Александр Иванович. Пришел в лабораторию исследования скважин, инженером первой категории уже, это не оператором, уже такая инженерная должность была. Занимался я обработкой скважинных исследований, газодинамических исследований. Работал вместе с мастерами по добыче, по исследованию скважинных, Черепановым, Седлозавиревичем, членом правления с частными. Калмаков Алексей Глазиславович, сейчас он заместитель генерального директора главного геолога Ноябрьска, господа добычи Ноябрьск. Он с этими людьми работал. Потом пришел в лабораторию эксплуатации газо-скважинных плодов. Руководителем был, начальником лаборатории Дегтярев Борис Васильевич. Он ученый, специалист по гидратообразованию. Ученый, он известный в России очень, он выпускал учебники, по его вузах страны. Под его руководством мы создавали различные регламенты, документы по эксплуатации скважин, по исследованию скважин. В общем, очень интересная деятельность у вас. А вот когда возникла Михаил Николаевич потребность в рационализаторской деятельности? Это, наверное, еще в начале производственного пути? Да, конечно. Когда начинаешь обрабатывать исследования, молодой специалист после института, смотришь, большой объем информации обрабатываешь, очень много скважин. Надо каждую просмотреть, каждую еще сделать, как нужно было оптимизировать свое время. Поэтому начали создавать различные программные продукты. В то время в лаборатории работал Хильков Владимир Алексеевич. Мы создавали еще тогда программу, участвовал я в программе, исследовать программу просмотра и обработки исследований скважин. То есть мы строили различные кривые, занося данные исследования скважин. По этим кривым определяли оптимальные, допустимые дебиты по скважинам. Первый патент получил в 1997 году. Это был тоже пакет программ для диагностики воды, выносимой из оптимационных скважин по данным химического анализа. Это мы говорим об изобретении? Да, это изобретение. При обработке скважинных исследований, чтобы узнать, какая вода выносится из скважин, пластовая, техногенная, кондиционная, создана была эта программа. То есть заносишь химический анализ состава воды, выносимой из скважины и получаешь результат, сколько процентов у тебя пластовой жидкости или техногенной жидкости или вся кондиционная вода. Вот это был программный продукт. Он разработан, конечно, совместно с Борисом Васильевичем Дегтяревым и Скилько Владимир Алексеевич. Тогда вот занимались этим. Первая ваша разработка по улучшению работы скважин медвежки какую пользу принесло? Какие производственные показатели повысились, их экономической эффективности удалось добиться? Насколько я знаю, с годами она только растет? Ну да, это все связано с внедрением тех программных комплексов, которые были внедрены в нашем обществе, в ВТЦ. Ребята там, конечно, молодцы, все это делают, читают. И одним из критериев было увеличение добычи скважин медвежьего месторождения, потому что замена угловых штуцеров, увеличение диаметра пороханового сечения в угловых штуцерах. Когда анализируешь весь фонд скважин, по перепаду давления на скважинах, если это нужно говорить... Любопытно, что дает увеличение добычи. По перепаду давления на скважинах, мы смотрим, может ли скважина больше дать или не может дать. Тем более месторождение уже с падающими. Да, на завершающей стадии эксплуатации. Может она дать или не может дать эту скважину больше газа. Но если смотрим, что может дать, смотрим, какие ограничения соответствуют тому или иному угловому штуцеру. Вот если, допустим, углово-приходное усечение 38-40 миллиметров, мы можем разжать ее до 70. И вот тем самым мы экономим пластовую энергию за счет перепада. Убрать перепад. Перепад становится меньше, и добыча газа становится больше. Давление на входе в ГП возрастает. Все вот эти параметры, они влияют на увеличение добычи газа. А что такое угловой штуцер? Если простым языком объяснить нашим зрителям. Угловой штуцер это фонтан на арматуре, скважины, существует регулирующее устройство, которое регулирует расход газа. Он называется угловым штуцером. Почему угловой? Потому что сделан углом. Поэтому угловой штуцер. Можно регулировать, есть и прямоточный регулятор расхода, конечно. У нас принято, что это угловой штуцер. Ну там, соответственно, конус в виде иголки и проходное сечение. Чем ближе конус сжимается, тем меньше проходное сечение, тем больше перепад, меньше скважины дает. Это ограничительный такой узел работы скважины. Я хочу нашим телезрителям зачитать, каких же эффектов удалось добиться от внедрения вашего распредложения. Значит, дополнительная добыча газа в 2012 году составила 57,3 миллиона кубических метров. Экономический эффект свыше 8 миллионов рублей. В 2013 году 50 миллионов кубических метров, в 2014 аж 190 миллионов кубических метров. То есть годами только увеличиваются показатели дополнительной добычи. Ну вот если говорить о рационализаторской деятельности, насколько вот вы считаете ее важной, нужной, полезной, как для самого работника, так и для предприятия? Внедрение новых технологий всегда положительно сказывается на деятельности предприятия. С моего и до моего прихода в отдел применялись различные инновационные методы развития, как бы разработки месторождений. В отделе работал в 90-х годах Владимир Николаевич Гордеев, сейчас он заместитель начальника управления по разработке ПАО «Газпром». Он первый внедрил геологическую модель двухмерную в нашем предприятии, рассчитывал там технологические режимы работы газового месторождения. То есть только медвежьи было, только по медвежьим месторождению еще не было. Ни юбилейного, ни имсовийского. Но основной задачей моей в «Газпромдобычный дым» является безопасная и безаварийная эксплуатация скважин. Например, рассмотрим задачу составления технологического режима работы скважин. Раньше технологический режим работы скважин составлялся на основании газодинамических исследований скважин. Результатов исследования замеров статических давлений, рабочих параметров и планов добычи, спускаемых сверху. И когда при рассмотрении технологического режима на промысле по два дня спорили и решали, какой объем добычи газа может добыть то или иное подразделение, то или иное ГП. Два дня. Сейчас у нас все это изменилось, подходы. Сейчас мы применяем комплекс компьютерных программ, с помощью которых мы определяем пластовое давление. Всю цепочку отслеживаем от пласта до выхода газа с ГП. То есть мы смотрим скорости, расходы по каждой скважине, определяем давление на входе в ГП, на буфере скважины, на выходе с ГП. Режим работы газоперекачивающих агрегатов. Ведется работа постоянная с мастерами по добыче газа на промыслах. Рассматриваются все проблемные участки, проблемные скважины, проблемные шлейфы. С помощью компьютерных программ моделируются ситуации. Когда ты видишь работу не только одной скважины, а участвует в этом процессе вся цепочка от пласта до выхода с ГП, то все тонкие места видны сразу. И поиск решений и исправления этих ситуаций, конечно, больше всего помогает комплекс программного моделирования. Очень важно не только изобрести, но и внедрить в производство. Согласитесь, какие новые методы, технологии, оборудования с вашим участием были внедрены в производство? Иеройская площадь Ямсовейского месторождения. Она разрабатывается как бы отдельно. Там шесть скважин с горизонтальным окончанием. Проектный институт посчитал, что необходимо в период постоянных отборов построить газопровод «Лупинг». То есть это дополнительный газопровод сбора от этих скважин до ГП. Нашими специалистами были проведены расчеты. И с учетом разработки залежи, с учетом изменения пластового давления, дебетов скважин, мы доказали, что строительство «Лупинга» не нужно. И с этим самым сэкономили деньги «Газпрома». Замечательно. И еще одно внедрение. Это в 2014 году трехмерная геологическая модель «Синаман-Аптский жаль» Жибова-Ненковского месторождения. Да, месторождение это новое. Соответственно, для расчетов показателей разработки, для расчетов работы скважин, необходимо было создать эту модель. Так как наш проектный институт «Газпрома НИИГАЗ» рассчитывал технологические показатели на двухмерные модели, и мы не совсем доверяли этим расчетам. То есть трехмерные более точные? Да, более точные. Потом корректировки местоположения скважин, корректировки структурных построений залежи. Это все должно было уноситься и делаться проектным институтом, и рассчитываться на те или иные технологические показатели, тот или иной объем газа, добыча с этого. Сейчас сказали же, допустим, с того или иного. Мы очень долго с ними боролись, пока наши специалисты из ЭТЦ не сделали свою газодинамическую модель. Вот они все это сами делали, все ручками переделывали, создали, и мы теперь пользуемся этой моделью для расчетов. То есть она в перспективе будет очень полезна. Да, да. Сейчас, правда, задача поставлена и в ней газу, поставлена не нами, а Газпромом, сделать технологическую модель на новые запасы, которые были утверждены в марте этого года. С чем они благополучно справились, используя, конечно, и наши данные. Но, тем не менее, в этом году, буквально неделю назад, они нам передали новую модель. Расскажите еще о новых методах интерпретации геофизических данных, что позволило существенно улучшить качество прогноза, показатели работы месторождения. Это еще одно такое внедрение важное. Да. Допустим, есть интерпретация глина, газ. Скважина должна давать по расчетам, допустим, миллион. И сделали переинтерпретацию, сказали, что там не только глина и песчаник, а есть еще оливролиты, аргелиты. И разделили этот разрез, и сказали, что он миллион не даст, а даст 800 тысяч. Вот так, грубо говоря. В связи с этим подходом мы начали более рационально использовать всю нашу залежь, да, и извлекать те объемы, которые действительно находятся в этой залежи. Михаил Николаевич, ну, возвращаясь к первоначальной теме нашей беседы, что вы стали лучшим руководителем года, скажите, как руководитель, что вы, какие качества больше всего цените в работниках? В работниках я ценю исполнительность, профессионализм, пунктуальность. Вот такие качества, которые, думаю, что должны у работников быть в моем отделе. То есть от своих подчиненных вы это требуете. А от себя каких качеств, чтобы решать поставленные задачи? От себя? Профессионализм. Профессионализм, да. Думаю, что руководитель должен быть профессионализмом, считаю. Что профессиональный подход к разработке месторождений должен быть обязательным. Прежде всего профессионал. Да. А над чем работаете вы и ваш отдел сегодня? У нас очень много задач. Одна из задач – это выполнение исследовательской работы. Исследовательской работы мы обязаны проводить как недропользовательство согласно проектных документов на разработку, согласно нормативных федеральных актов. На Баванинском месторождении проводится очень большой объем исследований. И генеральным директорам поставлена задача проводить исследования без выпуска газа в атмосферу. Поэтому нами проведена огромная работа с подрядчиками, которые сконструировали, изготовили месторождение. И в 2016 году мы будем исследовать скважины без выпуска газа в атмосферу. Значит, подрядчики один аппарат по газоконденсатным исследованиям уже доставили на Баванинском месторождении. В пути находятся еще два оборудования. Надым-2 – это следское оборудование без выпуска газа в атмосферу. Будет исследование газодинамических, газоконденсатных и геофизических исследований без выпуска газа в атмосферу. Вторая задача, которой мы сейчас занимаемся, это изменение профиля стволов скважин на пласты ХМБ в университетном месторождении. Принятая конструкция предполагает пологий вход в пласт с зенитным углом 70-75 градусов. До этого увеличивается эффективная мощность пласта вскрываемого и увеличивается дебет. Но принятым решением «Газпрома» очень большой диаметр хвостовика не позволяет обеспечить скорость газа на забое. Сейчас мы боремся и бьемся над вопросом. Изменить угол входа в пласт, сделать восходящий ствол – это будет выше 90 градусов, 105-110 градусов. Этим самым мы добьемся, что сила тяжести воды будет проникать к забое, а там будут уже насосно-компрессные трубы, выкачивать образовавшуюся конденсационную воду и обеспечить нам эксплуатацию скважин без капитальных ремонтов, без продовок и без применения пенообразователей. Очень интересные задачи решаются сегодня. А в перспективе, наверное, еще более серьезные планы. В перспективе у нас это, как и во всем обществе, это ВОД ГП-3 Баванинковского месторождения, ВОД Харсавейского месторождения. Сейчас проектный документ по Харсавейскому месторождению прошел экспертизу Центральной комиссии по разработке Роснедр по ИНАУ. Он принят. Мы тоже принимали участие в профиле скважин. Сейчас применяем, будут приниматься впервые на кустах скважин как горизонтальные, так и наклонно-направленные скважины. Это обеспечит разработку месторождения до самого конца. То есть горизонтальные скважины, они останутся до конца разработки. Насколько я понимаю, именно о перспективах речь шла на заседании экспертного совета по недропользованию Ямал-Нинского округа, где вы принимали участие. Да. Экспертный совет ИНАУ при правительстве ИНАУ даже два раза в год собирает недропользователей, чтобы заслушать отчеты о проделанной работе. На этом экспертном совете в этот раз уделялось внимание проектным показателям разработки. То есть соответствие проектных показателей фактически им данных. Всем известно, что спрос на газ в этом году у нас снижен. И отклонения проектных показательного значительные. И поэтому люди в экспертном совете ИНАУ, в правительстве ИНАУ должны знать, сколько мы добудем газа, чтобы формировать бюджет ИНАУ. Понятно. Ну и в заключении, Михаил Николаевич, вот поделитесь собственным опытом. С каким настроением нужно идти на работу, чтобы выполнять все поставленные задачи в срок и качественный? Ну, настроение, конечно, должно быть всегда хорошее. С хорошим настроением переходишь на работу, принимаешь все данные в верном, в нужном ключе. Организуешь работу отдела. То есть заряжаешь своим оптимизмом и настроением своих подчиненных. Да, своих подчиненных, чтобы была хорошая отдача всех работников. Благодарю вас, Михаил Николаевич, за интересную беседу. Мы желаем вам пребывать всегда в прекрасном настроении и добиваться всех поставленных целей. Спасибо. А у вас, уважаемые телезрители, надеюсь, теперь сложилось полное представление о том, кто и как в обществе «Газпромдобыча на дым» становится лучшим работником года. Всего вам доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова